Кэшбэк без подоходного налога и оплата наличными не более 500 базовых величин. Изменен указ о безналичных расчетах. Ведущая СТВ Юлия Артюхи и паралимпиец, общественный деятель Алексей Талай запускают серию диалоговых площадок для военнослужащих, их семей и молодежи. Человек в условиях информационной агрессии. В выставочном зале Варановичского краеведческого музея с 4 февраля работает новая экспозиция «Одвустрование часу». Хочешь отомстить подруге? В соцсети в помощь. Под таким названием прошло очередное ток-шоу «Прямой эфир» в средней школе номер 10. 30 января во Дворце детского творчества впервые состоялся городской этап интеллектуально-развлекательной игры «Октябрятский квиз». Голы Болтрука, Пименова и Леоненко помогли химику обыграть в гостях авиатора. Команда из Барановичей потерпела 11-е поражение подряд. Менее 2000 рублей за квадратный метр и индивидуальный подход к каждому клиенту. В столице больше всего жилья сдается в комплексе «Минск-Волд». Новоселы получают ключи. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ номер 37, которым корректируется указ номер 493 от 16 октября 2014 года о развитии безналичных расчетов. Документам предусмотрены два основных изменения. Подробности далее. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ номер 37, которым корректируется указ номер 493 о развитии безналичных расчетов. Документам предусмотрены два основных изменения. Первое касается предельного размера платежа. Сумма платежей в совокупности наличными денежными средствами за товары, работы и услуги, реализуемые юрлицами и ИП-физлицам в рамках одной сделки. Данный размер снижен с 1000 базовых величин до 500 базовых величин или в перерасчете с 29 тысяч до 14,5 тысяч. Соответствующая норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа. Второе изменение относится к сфере налогообложения. Доходы физлиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров, работы или услуг, при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2026 года. Таким образом, продлевается льгота по уплате подоходного налога с кэшбэка или, как его еще называют, манибэка, установленная ранее указом номер 493 о развитии безналичных расчетов. Ведущая СТВ Юлия Артюх и паралимпиадцы, общественные деятели Алексей Талай запускают серию диалоговых площадок для военнослужащих, их семей и молодежи, человек в условиях информационной агрессии. В Барановича встреча прошла войсковой части 74-04. Алексей Талай и Юлия Артюх запускают серию диалоговых площадок для военнослужащих, их родных и молодежи. Они расскажут, что делать, если ты оказался в эпицентре информационной агрессии. В рамках инициативы они посетят десятки военных частей по всей стране. Старт марафону был дан войсковой части 74-04. Здесь собрались военнослужащие, джоны, студенты Баргу, учащиеся технологического колледжа и средней школы номер 9. К нам в город приехали гости. Алексей Константинович Талай и Юлия Анатольевна Артюх. Алексей Константинович паралимпиадец, многодетный отец, чемпион по плаванию. Юлия ведущая телеканала СТВ. Сегодня войсковая часть нас тепло приняла, показали территорию, показали условия, в которых военнослужащие проходят службу. Мы посетили храм, который находится на территории войсковой части 74-04. Сотрудники внутренних войск и их семьи первыми столкнулись с давлением и буллингом. Началась травля в интернете, соцсетях и телеграм-каналах. Что такое хейт в информационном пространстве, хорошо знает Юлия Артюх. Офицерская жена после выборов президента лично познакомилась с травлей в сети. Поэтому теперь она и единомышленники будут рассказывать другим, как противостоять инфотоксичности. Я столкнулась с тем, что меня начали травить люди среди такого довольно неблизкого окружения, отдаленного, но те, кто были в курсе, что мой супруг работает в силовых структурах. А я в этот период участвовала в агитационной кампании за нашего президента, активно вела фейсбук и продолжаю его вести. И где я высказывала тоже свою гражданскую позицию. Такой ролик этот уже созрел после. Многие фотографии были сделаны как раз для того, чтобы показать, как прекрасна жизнь. И в условиях того, что, например, у меня особенный ребенок, что я многодетная семья, потому что уже тогда начали назревать некие события и недовольство в обществе, что, мол, все плохо, где-то что-то не так, молодежь себе начала возмущаться, какие-то группы населения себе. Участники встречи надеются, что после диалога мировоззрение многих людей кардинально изменится. Мы все живем в эпоху интернета, и информации со всех сторон много. Информации зачастую неправдивой, зачастую перемешанной, и молодежь, не окрепшие умы, зачастую не понимают, где правильно, где черное, где белое. Поэтому проходят такие площадки, на которых показываем и рассказываем, как себя оперегать от информационной агрессии, какие проходили мероприятия, какие письма, сообщения писали людям, которые поддерживали президента. Вот Юлия сегодня показывает. Тема интересная, встреча получилась теплая. Аналогичные диалоговые площадки пройдут во многих военных частях Беларуси. В выставочном зале Барановичского краеведческого музея с 4 февраля работает новая экспозиция «Одлюстрование часу». Это первая персональная демонстрация фотографий Виктора Щербакова. Представлено около 60 снимков. В выставочном зале Барановичского краеведческого музея работает новая экспозиция «Одлюстрование часу». Это первая персональная экспозиция фотографа Виктора Щербакова. Всего представлено свыше 60 снимков, сделанных автором во время путешествий по нашей стране. При подготовке выставки мастер старался выбирать те фото, которые помогут зрителю открыть не только красоту белорусского пейзажа, но и уникальность исторического наследия республики. Больше всего фотографа притягивают старинные замки, дворцы, старые усадьбы, костелы и церкви. В объектив Виктора Щербакова попало множество белорусских мест. Задумчивая в своем одиночестве церкви вольное и поручение, мощные белокаменные стены костелов Ишкальди и Несвежи, дворцовые руины в Ружанной, Желудке, Савейках, спокойствие внутреннего дворика Несвежского дворца и суровость юго-западной башни Мирского замка привлекает и завораживает фотографа. Если вспомнить то, что у нас смешение культуры, даже религиозное, то есть и католическая церковь с костелами, и православная с церкви и так далее, все это представлено. Я снимал и костелы, и православные церкви. Хотелось бы, конечно, охватить все, но это малая часть. Даже представлена малая часть того, что снято. Впервые фотографии автора работы экспонировались на выставке «Творческая семья» в 2018 году. На ней были представлены графика Станислава Щербакова, живописные картины его супруги Аллы, фотографии сына Виктора и куклы Тильды невестки Натальи. Это была первая совместная экспозиция Щербаковых. Каждый из них продолжил заниматься любимым делом. Фотосъемкой увлекаться Виктора начал в юности, а заниматься профессионально стал последние 7 лет. Можно работать и дальше в этом направлении. И, в принципе, что я и буду делать, наверное, все-таки. Продолжать дальше. То есть есть еще какие-то неохваченные регионы, даже, скажем так. Где можно поездить, посмотреть, найти что-то интересное и снять это. Фото-выставка «Одлюстрование часу» будет работать с 4 по 28 февраля ежедневно с 10 до 18.30. По адресу улица Советская, 88. Профилактика противоправных действий в воспитательной работе школы занимает одну из самых главных позиций. Сегодня беседы и лекции уступают место новым формам работы. Хочешь отомстить подруге? Соцсети в помощь. Под таким названием прошло очередное ток-шоу «Прямой эфир» в средней школе номер 10. Сегодня только в исключительных случаях можно встретить человека, у которого нет зарегистрированной странички хотя бы в одну из популярных социальных сетей. Именно с их помощью люди уже привыкли общаться. И если не злоупотреблять использованием этих интернет-ресурсов, то они, в принципе, оказывают положительное влияние. Например, расширяют круг общения, делают его более доступным. Но, помимо всего прочего, с их помощью очень легко манипулироваться знаниями и настроением огромных масс людей. Особенно это касается молодежи. Виртуальная жизнь кажется чем-то другим, отличным от реальной жизни. Тут можно создать фейковую страницу, назвавшись другим именем и создав другой образ. Можно говорить все, что хочется, не думая о последствиях. Хочешь отомстить подруге? Соцсети в помощь. Такова тема очередного ток-шоу «Прямой эфир». Которая состоялась в средней школе номер 10. В последнее время на телевидении очень популярное ток-шоу. Поэтому мы берем ситуацию из жизни, когда ребенок совершает какой-то противоправный поступок и разбираем ее по полочкам. То есть наши дети становятся героями данной ситуации. Кто-то является виновником, так скажем. Кто-то является пострадавшим. Мы привлекаем родителей, особенно когда у нас все было хорошо с эпидемиологической ситуацией. Участвуют учителя, которые играют роль и родителей, и классных руководителей. И когда происходит обсуждение этой ситуации, дети вживаются в эти роли, и тогда они принимают именно все на себя лично. Во время ток-шоу школьникам рассказали, как вести себя в соцсетях, какой контент можно выкладывать на странички. И, конечно, объяснили, что месть – это не самый лучший способ разрешения конфликтной ситуации. А уж тем более в интернете. Ведь месть бьет бумерангом. А последствия довольно неприятные. Буллинг, троллинг и другие формы преследования, которые расползаются по сети со скоростью света. В нашей школе это мероприятие приводится не первый раз. Практически каждую четверть мы стараемся проводить как можно больше таких мероприятий. Мне кажется, они очень интересны. И самое главное, что они затрагивают самую главную проблему – подростков. Я принимала участие. Вот сегодня будет мой первый раз. А в остальные моменты я сидела в зрительном зале и тоже задавала вопросы, интересующие меня по этой теме. Месть – хоть и сладкое чувство, но нередко с горьким послевкусием. Раскаешься о содеянном, но уже будет поздно. 30 января во Дворце детского творчества впервые состоялся городской этап интеллектуальной развлекательной игры «Октябрятский квиз». Свою удачу и интеллект в игре эрудитов испытали 20 команд учреждений образования города. В субботу они полно сидят дома и весь день скучать. Как провести выходной активно и позитивно знают сотрудники Дворца детского творчества. Они понимают, что все мероприятия, проводимые в шестой школьный день, важно грамотно организовать, выстроить так, чтобы это было действительно значимо для ребенка. В последнюю субботу января во Дворце детского творчества было шумно. Учащихся из всех школ нашего города объединил городской этап интеллектуальной развлекательной игры «Октябрятский квиз». Это новый вид интеллектуального отдыха в форме командного соревнования, который не требует предварительной подготовки. Игра представляет собой викторину в современном облике. Использование медиаконтента, живое общение, праздничная атмосфера и современные вопросы. В интеллектуальном состязании проверили свою удачу октября до 3-4 классов пионерских дружин города. Всего 20 команд. Квиз состоял из шести туров. Игра прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Каждый смог показать свои знания, смекалку, логику и умения работы дружной командой «Октябрят». Все участники игры были награждены дипломами. Победителями городского этапа стали представители средней школы номер 19 и гимназии номер 3. Они будут представлять наш город на областном этапе интеллектуальной развлекательной игры «Октябрятский квиз». Голы Балтрука, Пименова и Леоненко помогли «Химику» обыграть в гостях авиатора. Команда из Барановичей потерпела 11-е поражение подряд. В матче экстралиги «Б» чемпионата Беларуси по хоккею, который 3 февраля прошел в Барановичском ледовом дворце, авиатор проиграл лидеру дивизиона новополоцкому «Химику» 1-3. Новополочанам уже на второй минуте удалась разящая атака, которая позволила открыть счет. Артем Балтрук получил передачу от Константина Пименова, находясь вблизи ворот, и в касание переправил шайбу в сетку. Команды долгое время играли на встречных курсах, но до настоящих угроз дело доходило не так часто, а любые оплошности подчищали вратари. Никита Мытник и Артем Шпилев. В конце второго периода «Химику» удвоил преимущество. После броска Константина Пименова шайба попала в штангу, от нее в Мытника и затем в ворота. Интригу в матч вернул на 50-й минуте Виктор Кучеренко. Агрессивный проход форварда авиатора вынудил Шпилева выкатиться из ворот. Но летчик уехал за ворота и завел шайбу в опустевшую рамку. Хозяева в оставшееся время пытались отыграться и перевести встречу в овертайм, однако реальных шансов у них не было. Последние исчезли после удаления Дмитрия Саврицкого. За две секунды до сирены реализовал Игорь Леоненко. Авиатор потерпел 11-е поражение подряд. За четыре матча до конца регулярки для барановичской команды шансы на попадание в переходный турнир остаются лишь теоретическими. Отставание от Витебска составляет 11 баллов. Лидирующий в дивизионе «Химика» пережает Брест на 4 очка, но имеет матч в запасе. В следующем матче экстралиги «Б» авиатор сыграет в пятницу 5 февраля в гостях против ХК «Витебск». Менее 2000 рублей за квадратный метр и индивидуальный подход к каждому клиенту. В столице больше всего жилья сдается в комплексе «Минскволд». Новоселы получают ключи. И каждую неделю начинают продавать квартиры в новых домах-кварталов. Сейчас это дома Касабланка и Мальдивы. В самом крупном многофункциональном комплексе Европы сдается новая городская среда, удобная для жизни и ведения бизнеса. Подробнее в репортаже. Ключи от собственной квартиры – яркое впечатление. Именно с собственного жилья начинается уверенность в завтрашнем дне. Квартира – это прежде всего стабильность, как стабильная позиция крупнейшего застройщика в стране. Каждая семья со стабильным доходом должна жить в собственной квартире. Это убеждение – прежде всего индивидуальный подход застройщика к каждому клиенту. В семье Корнейщик не скрывают радости. Это их квартира в доме Гонконг. Сразу зашли в квартиру. Ну, тут есть где разгуляться. Какие-то свои фантазии воплотить в реальность. Понравилась квартира, как вы видите, они светлые. А вот несколько слов про индивидуальный подход. Когда мы заключали договор, на тот момент, получается, один только застройщик мог предложить рассрочку. И на таких условиях просто, грубо говоря, ты с паспортом приходишь. Тебе не надо по банкам бегать, какие-то там поручители, еще что-то искать. То бишь, условия для рассрочки были самые суперские. Минск Уорлд строится с опережением сроков. Не только квартиры, но и коммерческие и общественные помещения. Сейчас квартиры начинают продавать в доме Касабланка. В начале самые привлекательные цены. В этом доме от 2700 рублей за квадратный метр. А вообще в комплексе есть и квартиры по цене менее 2000 рублей за квадрат. Дом Касабланка – энергия современности. По примеру других высоток комплекса Минск Уорлд, он спроектирован как часть уникальной городской среды и подойдет жителям любого возраста и образа жизни. Две секции по 19 этажей, на которых можно выбрать квартиру площадью от 29 до 66 квадратных метров. Высота потолков 2 метра 70 сантиметров. В зависимости от площади, в каждой квартире от 2 до 6 окон с шикарными видами. В каждой секции предусмотрено по два бесшумных скоростных лифта компании «Отис», один из которых панорамный. Дом вписан в инфраструктуру комплекса. Закрытый двор, близость паркингов, велосипедная парковка. В квартале будет детский сад. Рядом зона для прогулок, магазин, спортзал. В шаговой доступности метро. Через Минск Уорлд проходит третья линия столичной подземки. Пара станций до центра города или 5 минут на автомобиле. А это дом Мальдивы. 25 этажей красоты, уюта и стиля. Квартира от 28-метровых студий до евротрешек в 75 метров. Высокие потолки, а на 25 этаже и вовсе 3 метра. На первом этаже дома Мальдивы будут помещения торгового назначения с высокими потолками отдельными входами. Это возможность открыть бизнес прямо в собственном доме. А в подвальном этаже хозяйственные кладовые помещения, куда можно будет спуститься на лифте. В квартале Тропические острова будут построены общеобразовательная школа и торговый центр. В окружении зелени расположатся детская и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. Комплекс Минск Уорлд уже сейчас считается новым центром притяжения белорусской столицы. Здесь можно найти не только жилую, но и общественную и коммерческую недвижимость. Темпы строительства комплекса Минск Уорлд растут. Мы хотим возвести его ранние сроки, заявленных в инвестиционном договоре. Основные работы планируем завершить до конца 2023 года. Только за последние три месяца в комплексе Минск Уорлд сданы более 15 новых домов. Работы ведутся буквально в каждом квартале. На данный момент строится одновременно более 5-10 домов. Это тысячи квартир, которые скоро получат наши покупатели. Именно здесь возводят международный финансовый центр с тысячей рабочих мест. Центр станет высотехнологичным хабом для стартапов и привлечет миллионы долларов иностранных инвестиций. Рядом крупнейший в страде торгово-развлекательный центр «Марамол». В торговой зоне будут представлены известные бренды «Афа» – развлекательный, фудкорт и суперсовременный кинотеатр. Как купить? Просто. Застройщик предлагает жилье в длительную беспроцентную рассрочку. На старте продаж самые привлекательные цены. Напомним, от 1999 рублей за квадрат. И индивидуальный подход застройщика каждой семьи. Поторопитесь. Квартир много, но именно вашу может купить кто-то другой. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова